всех приветствую уважаемые зрители сегодняшний ролик пойдет не о том как я купил вот этот вот квадроцикл своему внуку конечно же тут надо будет газ ограничить а пойдет речь о том какое было у меня состояние прекрасное совсем недавно и какое состояние на сегодняшний день с чем это связать все-таки я подозреваю связываю скорее всего с теми радостями которыми посыпают нас обильно с небес но может быть у кого-то какие-то другие версии есть скажите ну целом я провел ряд измерений у фонтана у церквей в общем-то посмотрите сами вообще для меня какой-то нонсенс что-то посмотри что творится ну чё это со мной сегодня такое смотри 100 170 микровольт показывает причем этот который всегда меньше показывал на которую больше показывал сегодня меньше показывает что-то странное он видишь растет сейчас подвале отсюда начать специально отключил фонарик чтобы вообще тут никакого не было напряжения ничего для чистоты так скажем эксперименты в данный момент 55 странно как сказал практически не прыгает сразу запрыгал ну как бы как всегда несколько раз я это делаю по-разному беру пальчиками смотрю обычно неверно что-то в одном районе вот по-другому взял уже немножко пониже все равно это к этому подходит посмотреть мне интересно другое место конечно проверить это очень интересно необходимо знать можно ли таким простым прибором пользоваться вот было максимум 80 до проскакивал но сейчас опять 80 70 мы ее почти до 90 у меня в рост пошло еще утро как бы время больно в этом время не вижу темно и фонарик у девятого время утра я еще ничего не делал пока там помылся чай попил туда-сюда посидел что-то уже посмотрел пошел пошел но это что-то теперь совсем мало ну средние показатели скажем так 50 до все поехали дальше сел на ту же самую лавочку и проверим сейчас мы тут вот тут совсем чудо плохо будем менять да лавочка металлическая кстати еще раз пробуем еще разок но что-то больше 50 не поднимается не знаю на видео видно нет сейчас там 30 до еще разок значит будем пробовать вот ближе к 50 данный момент примерно то же самое кстати тут есть углы интересные сейчас покажу тут интересная установка и она так разделена на части вот так середина у нее получается вот такой обрыв но сверху смотрится когда смотришь на google карты сверху смотрится интереснее конечно как еще один угол тут немножко как бы на месте немножко по-другому смотрится ладно с напряжением вот такая пока ситуация посмотрим еще в соборе будем сравнивать все эти нюансы сегодня завтра схожу в собор потом принципе одним роликом все это вылож ходил тут мерил интересно вот у собора такого еще ни разу не было я с трудом увидел 20 микровольт 32 там на мгновение проскочила улей франкерхи которая у меня вот слева там где-то в районе 40 50 дома выходил возле дома померил также было в районе 40 и сейчас еще пойду мартини посмотрю в общем взял с собой пакетик шунгита и прошелся потому что тут возле в франкерхи работы закончились смотрю но к сожалению тут работы идут вот заборчик слева хорошо видно поэтому не все так просто на это надо время да и потом если кто-то там хочет проверять таким простым способом еще кое-что я новенькое заметил это на эмоции я в общем-то сегодня проявил такие эмоции немножко и после этого сразу замерил и у меня было там в районе 100 микровольт в общем то возможно тут надо еще с эмоциями связывать надо будет за этим понаблюдать но дело в том что когда я тут раньше это проверял всегда спокойно нормально потихоньку но сегодня я заметил такую интересную вещь в общем собачонка меня сегодня что-то достал немножко и я не на него немножко разозлился и после этого как раз пошел в подвал за мультиметром и сразу проверил все было отключено так что наводок там никаких нету поэтому скорее всего на эмоции но буду проверять не могу сказать пока точно это надо все проверять на это надо как обычно время прошел и 1 мартини будут камушки по классике в общем то замерила тут возле мартини прям сижу в районе 20 35 больше не смог поднять менял менял несколько раз самым максимум выскакивала 35 но ненадолго и падала до 30 20 20 в основном ну до 30 проскакивала кстати я забыл сказать там возле собора ступеньки есть гранитные я первый раз на них сел и на них начал проверять там вообще было ноль такого и вообще никогда не видел потом я менял менял и с горем пополам 10 микровольт все-таки вылезла такого еще я не видел чтобы берешь и там 0 ну вот как то так бывает интересно вот у фонтанов пока ничего тоже нету изменений это я уже замерял несколько дней назад вот на днях наверное еще раз замерю общем то не знаю я какое время надо сколько надо в общем неделю раз если проверять принципе будет неплохо теперь надо придется мне мультиметр постоянно в машине держать но по возможности так скажем второй мультиметр что-то у меня барахлит наверно надо новый еще один покупать ну на этом пожалуй все проверочка закончена шунгитик разложенные там везде и тут и там по максимуму и все вот эти вот странные памятнички камушки сегодня все вот днем жарко было не пошел сейчас вот к вечеру уже к закату немножко по прохладнее стало ветерок нормально самый раз так сходил я до фонтанов пирамидальных общем тут проверил там возле машины тут рядом еще проверил и пошел фонтанчиком сел в общем то еще как-то по-другому происходит сейчас там в районе 10-15 микровольт возле фонтанчиков пока мне этого не понятно что происходит и как но тем не менее что-то явно происходит то слишком высоко показывает то чересчур низко но эмоции это понятно тоже проверять потом как-нибудь еще в горах проверим в общем вариантов еще кучка а кстати вот я начал эту фигню делать дырточку я тут сделал тут лишнее обрезал вот миллиметровая жесть надо накрутить она будет такая высотой где-то вот вот такая высотой она будет насколько у нас получится высота ну-ка стой померим антенны что тут происходить будет в таком варианте антенна а 47 где-то примерно будет высота ее 47 сантиметров в общем пока ничего не понятно сегодня 13 августа и в общем фонтанчика пошло понижение и возможно я даже чего-то первые два раза неправильно понял возможно все наоборот происходит но в общем будем разбираться так забрались мы метров наверно не знаю 200 на высоту на горку сил нету ничего не неохота дней пять наверно точно такое состояние так раз так попробуем по-другому ну в принципе что то есть да чуть чуть вроде побольше того что внизу было хотя трудно пока сказать я бы даже не говорила да вот проскочила чудо до 30 вольт микровольт вернее вот еще раз но опять же как возьмешь тут надо пробовать по-разному низу я тоже пробовал 35 вот даже до 40 дошло это достижение на сегодняшний день везде сегодня проверял фонтана во дворе у друга дома везде было все очень плохо тут вот как ни странно проскакивает все таки в общем по поводу там кто спрашивал какие ощущения при вот этих микровольтах когда микровольт много показывает состояние соответственно лучше как вот уже несколько дней я наблюдаю совсем низко показывает максимум проскакивала было по моему 40 а вообще в районе там где-то 10-20 микровольт и соответственно несколько дней у меня состояние вообще никакое не состояние дело в том что ничего не охота делать вот мы на эту горку тут буквально над уровнем города там пару сотен метров поднялись и ощущение было как будто я поднялся на ту гору в хардс на ведьми на место в общем усталость это что-то с чем-то едва-едва зашли сюда у друга тоже самое позвонил ему говорю не хочешь съездить говорю как состояние я говорю сразу говорю наверное у тебя не вниз не стояние он говорит ну да откуда знаешь я говорю ну по себе ориентируюсь дело в том что и у других поспрашивал в общем то у всех окружающих состояние не стояние у некоторых людей наблюдается насморк и чихание связывают это все с тем я связываю вот на сегодняшний день к сожалению не видно все облачно затянуло с утра было видно но неделю как вот были солнечные дни я наблюдал постоянно одно и то же в общем то все отлично там прям в клеточку так сделают что к вечеру небо становится в такую дымку поэтому либо с этим связывать с чем еще это связывать я не знаю пока по вот этому напряжение по объектам я еще толком не разобрался ну сегодня вот я уже показывал то что тоже очень мало везде и поэтому пока надо смотреть и обязательно надо смотреть на наше состояние когда какие мы эмоции допустим если у меня были эмоции отрицательные был всплеск там буквально сразу 100 микровольт надо теперь еще это проверить на положительных эмоциях проверить это допустим где-то когда очень сильно развесилился в общем всегда надо все проверять и тогда будет какая-то картинка складываться на сегодняшний день пока сказать что-то определенное вообще никак на это надо много времени но то что вот происходит буквально дней пять уже последние это что-то с чем-то у меня там столько работы стоит а я ничего делать не могу я поеду от силы максимум три часа и то ничего толком сделать не могу то не получается то у меня сил стою что-то думаю на ровном месте ни о чем в общем все как-то вот так происходит ну решили могут к вечеру я сегодня решил хоть в лес ездить по парку погулять на природе побыть а может быть состояние улучшится чуть-чуть вот как то так идем с другом куда-то идем тут мы еще не ходили увидел какой-то вход думал что-то интересное нет просто арочка на стыке говорит что вентиляция сейчас посмотрим паузу вот я наверх поднялся да что-то тут есть интересное облегку сарят чё это такое уже на отдушину значит там какое-то подземелье конечно там подземелье блин а у меня фонарика но я так вижу что там по центру прям камень стоит прямоугольный или квадратный помещение там скажу большое вижу тут замуровано что-то да там большое помещение фонарика нету были и сегодня не собирался ничего снимать я так вижу поверьте мне просто там большое огромное помещение ого ну три может быть даже четыре метра глубиной нифига себе я в общем-то не стой сумкой сегодня хорошо хоть мобильник под рукой он еще одна в кустах спряталась окно и тут они под углом туда уходит вот так ой как глубоко тут я вообще ничего не вижу тут я даже вообще ничего не живет этом очень глубоко и тут а тут видать шахта с какой-то печки видать потому что она закопченная все наверное что это тут топили так вам в общем тут получается у меня под ногами огромное какое-то помещение очень огромное большое и глубокое но входа мы нигде не наблюдаем подобного и возможно вот тут где вот это вот парочка тут где-то наверно был вход до потом переделали и сделали вот такую парочку что там видно что-то или там дверь есть а дверь есть я думал даже двери нет думал даже двери спрятали замуровали а ну тут не зайдешь а это не камень это лавочка сейчас я сделаю посветлей вот так не получилось сейчас еще раз вернись назад и быстрей упс вот так вот так лучше видно он те окна сверху нуждут кирпичами все выложено там я не знаю какие-то арки ниши какие-то что-то может быть когда-то было непонятно ну такое прикольное помещение там дальше еще одна комната но я сразу сверху сказал что большое там одна комната и вот да вот я говорил там закопченная тут камин тут видать когда-то что-то делают потому что пахнет пахнет не так давно полили тут запах есть и видать с камина вот то что я говорил закопченная там наверх ну прикольное помещение всего идем дальше ну а так это выглядит отсюда вот эта дверь сверху мы вот слева там спускались вот так туда а это отсюда прожилки интересные у камней кого-то там раствор лежит тут снова у нас как всегда одна тропинка вверх пошла одна тропинка вниз пошла и в общем то состояние у нас не такое сегодняшние сегодня чтобы вверх подыматься поэтому мы решили пойти чуть-чуть вверх тут не сильный подъем все вы на обратном пути идти вниз тут какая-то площадка вырезанная что для чего не знаю но я подозреваю мы сейчас увидим эту какие башню то забыл уже кайзер или кто там был сейчас вспомню приду прочитаю вспомню ну тут стропинки мы с другом увидели эту сопку явно она рукотворная даже это сдалека видно но наверное опять какое-нибудь хранилище воды как всегда где не будет написано там и вот вижу башенька выглядывает а что там на самом деле там чё-то кран стоит что там делают интересненько но вот вижу я отдушина уже в принципе для воды тоже не помешает отдушина тоже нужно так что не получится мне сказать что это не вода но самый хороший способ это попасть вовнутрь а тут ага ограждение и стоит видеонаблюдение то есть охрана да вот кран стоит и что там скорее всего охранник ну понятно рация охранника должна быть как минимум телефон ладно пошли дальше спросить бы у него не подойдет сейчас узнаем ходим тут всякую фигню находим он какие-то фундаменты остались но вроде как бы для моста для арки но тут как бы не пляшет не моста но если арка какая-то для чего но непонятно общем охранник сожалению не соизволил подойти к нам не получилось у нас просить что скрывается под этим холмом огромным там наверное что-то интересное ну может быть с холодных времен какие-то остатки а сейчас что-то там решили возобновить неизвестно в общем рядом там площадка сделано строительные материалы только вопрос там песок куча вывозят или завозят ну короче спросить не у кого ничего не знаем вспомнили башню какая была башня то не кайзера бисмарк бисмарк тут их много таких башен тут лавочка выложенная из камушков нормально то блин ступеньки не могут нормально и сделать то такую лавочку прям бабах отгрохали ну жесть так а где бисмарк наша башенька за ну вот мы вновь дошли до этой башни бисмарка елена топсида как-то делала ролик об этих башнях прикольный ролик посмотрела чуть позже когда вот эту снимал башню потом позже как раз ее ролик поймал посмотрел но к сожалению вот есть одна проблемка тут нету ни времени но хотя бы не знаю один раз в неделю открывали два раза в неделю можно было время выбрать чтобы кто-то приходил написать люди собрались зашли посмотрели что-то внутри как устроено мне он например интересно подняться туда наверх вообще во внутрь и заспал зайти посмотреть но увы просто она тупо закрыта навечно и видать тут же видно вот газончик подстригают а значит когда-то все таки ее навещают кто и как откуда это тоже интересно ну ладно пойдем мы дальше там посмотрели вот это засекреченный объект и охранник но там похоже он очень огромный в смысле имею ввиду очень глубокий потому что гора мы шли она спускается мы сейчас наверно чуть спустимся и вдоль ее обратно пойдем посмотрим вокруг наверно вряд ли ее получится получится обойти это не факт посмотрим ходим бродим тут по лесу просили у одних там знак висит в артбург спросили они говорят ну там руины одни уже остались не против на руины посмотреть сказали минут десять ходу она тут тропинки везде расходятся и куда идти все непонятно найдем мы этот вард бург или нет в общем ищем дальше в общем шли шли мы в этот парт бург вышли там на дорогу а там когда-то я работал дорогу мы эту делали облагораживали и сразу я понял куда мы идем этот вард бург бург я уже как-то рассказывал я даже очень много пришлось посидеть это слово поизучать в общем у них такое это слово хитрая ну типа что-то сооружение в общем какое-то укрепленное у них она часть частенько вообще не пляшет ни туда ни сюда ни к селу ни города в общем там пионерский лагерь бывший был не знаю откуда они туда бург вписали еще в общем зря сходили ну идем назад ну как же про систему дурдома я тоже обязательно должен что-то сказать тут не сказали что в дачном обществе там есть в одном не буду говорить кто говорил в каком обществе это неважно в общем запретили брать воду со скважины представляете до какой степени дурдом закатился а я же недавно делил ролик специально ездил у реки ходил где дождя с практически нету воды там уже как бы побольше чем даже было его такой дурдом повсюду в испании там чего творится то и вообще дурдом крепчает ну честно говоря у меня уже если я раньше называл нашу планету психиатрия то на сегодняшний день у меня просто не придумано слово для этой психиатрии это уже психиатрия окруженная психиатрией внутри психиатрия которая находится на холме психиатрии а та психиатрия под этой психиатрии в то в этом духе кругом сплошь и поперек дурдом ну и мы решили выйти в этот садик когда-то мы тут проходили вот там дальше до черешня очень много хорошие такие черешни я дам буквально за полчаса ведро мог на ведро насобирать то потом там приезжают такие уроды им бы руки по обломать в общем им лень от собирать они берут ветку ломают идут с нее вот ветку потом выбросили а так вот есть такие тварюги так собирают от фрукты ну тут смотрю слива там чего у нас ране тачки яблочки надо запомнить потом приехать чувствую готовы уже нет еще ты нету сорвал на и ну что-то маловато как-то конечно яблочек совсем в этом году ну когда-то это все было ухаживалось тут все нормально и вот тут где вишня черешня там все ухаживалось а потом все это в запустение и плюс вот такие уроды которые ходят обламывают и конечно это все принимает такой вид не очень пристойный а кстати я вот помню как уже в конце двадцатого или в начале двадцать первого года когда вот это с этой связано вот этой барана фикусом и там смотрю проходил мимо телевизором 1 это ведущая говорит такой то такой то появился в таком-то месте вне пристойном виде вы представляете как это звучит ну как будто человек вышел голый до туда в непристойном виде в общем-то он без намордничка туда пришел я так от души посмеялся блин это вообще жесть так ладно мы идем обратно сейчас может быть что-нибудь еще по пути назад по поймаем но он опять по три круга ну кстати это на замках каких-то наблюдалось там вдруг не напоминает его там сверху круги слева он видно колонны остались и остатки потом там налепили что могли как могли слева колонна справа колонна там вообще во дворе стоит одна колонна как вроде памятник но место конечно шикарная разговора нет круто но дорогое удовольствие потом его же еще и содержать надо это сколько посетителей тут должно быть чтобы его содержать нормальном состоянии на жизнь вода ну а дурдом крепчает мы закаляемся потихоньку живем вроде сейчас состояние чуть-чуть хотя я устал но состояние вроде улучшилось не знаю сейчас приезду домой посмотрю душ схожу как будет все походили побродили тут снова немножко вокруг посмотрели что интересно в принципе немного нового нашли там есть где-то одна беседка должна быть не нашел ее потом там вырез когда-то мы искали скале такой как туннель прямоугольный тоже мы его не нашли все таки лес хоть и небольшой но найти проблематично я так эхо или мне показалось да что то тут есть со звуком тут раз приглушенный выходишь кто меняется звук он прям тут раз и поменялся звук ну и все ну в общем все она и на сейчас еще мультиметр проверим как наше состояние поедем домой ну почти без изменений не ничего не поменялось наверное все таки вот этими подарками с неба нас тут зафигарили по полной тем что у нас все вот так притупилась будет за ли поймал 40 почти 50 50 нифига себе о не чуть-чуть есть все таки прибавка после прогулки но опять же менять надо много раз пернету есть вроде чуть-чуть прибавилось все таки все таки чуть-чуть прибавилось не знаю вот как поймал 50 было второй раз уже не поймаешь но обычно если она есть то берешь и очень быстро ловишь ну вот 40 скажем вот все таки поймал ну все таки прогулка хоть что-то дала какой-то плюс ну а тут что-то подобие герба было или что этом вот на крылышках видно опять вот там три таких же кружка но явно какой-то символ часто они встречаются ну ладно теперь наверное уже точно все чего нагулялись посмотрели чуть-чуть прибавка появилась все таки вот после этой прогулки не знаю сколько мы тут ходили час-полтора особо не спешили потому что то подъем то спуска состояние было совсем не стояние но сейчас я по себе даже чувствую вроде как бы немножко лучше стало хотя я вот немножко подустал и немножко вспотел уже и уже как бы почесываться начинаешь от пота но в целом себя немножко лучше стал чувствовать уходил уже какое такое состояние было как ватный ну это конечно здание понятно сотни раз переделалась ну бочка для великанов там осталось сейчас я еще раз покажу бочку для великанов вдруг кто-то не видел на это конечно интересно впереди вроде похоже как на букву и 606 хотя 0 тоже возможно хвостик шестерки убрали возможно три шестерки было сейчас трудно сказать сверху совсем уже что-то разглядеть совсем очень сложно трудно толком ничего не сохранилось все переломано какие-то фигурки еще более-менее разглядеть можно но в целом очень плачевно ну и если вдруг кто-то не видел бочку великанов сейчас я покажу там не только бочка там и комната такая же великанская и тут явно вот там дверь была тут где-то но чувствую как пустота под ногами там явно проход вот она бочка великанов огроменная просто огромная бочища высота какая какая высота вот у нее интересно так скажем два четыре шесть восемь не знаю метров 10 для 8 10 метров в диаметре ну 8 наверно точно очень огромная бочка ну и как я уже сказал тут все очень много переделан там с той стороны дверь была видать когда-то для большого человека по бокам для таких как мы вот сбоку они даже еще даже помогут там меньше ходили человечки там совсем маленькие двери с той стороны наверно сейчас вот сделано как для таких как мы ну вот теперь пожалуй все поехали домой ну я уже и дома сходил в душ обмылся вспомнил про старый способ солью и еще раз проверим что у нас в общем то пока ничего все в принципе то же самое где-то наверное надо время чуть-чуть хотя состояние вялась у меня по крайней мере вот это пропало вялости нету которое было а то состояние было какой-то не знаю как объяснить даже ну вот просто вялась какая-то вроде нету этого больше состояния хотя вот мультиметр показывает практически все то же самое ну замечала что когда состояние хорошая себя хорошо чувствуешь он как бы побольше показывает ну значит еще я недостаточно себя хорошо чувствую хотя по состоянию здоровья все нормально просто вот какая-то была вялость ничего не охота сонливость какая-то что-то такое вот несколько дней прям не знаю посмотрю как будет завтра как с утра встану завтра на работу люди отдыхают они на работу воскресенье понедельник вторник на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok